Добрый день! Меня зовут Сулейманов Руслан, и я являюсь руководителем проекта «Цифровой кампус» Московского городского педагогического университета. Тренд на развитие информационных технологий сейчас актуален как никогда, и наш проект направлен на разработку и внедрение цифровых решений, обеспечивающих трансформацию учебных, научных и управленческих процессов на основе технологий искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей. Давайте для начала разберемся, что из себя представляет цифровой кампус. Структура цифрового кампуса состоит из трех блоков – научно-учебного, административного и финансового. Все эти сервисы объединены в рамках единой информационной среды, и точкой входа в нее является личный кабинет. Сам проект состоит из трех основных направлений. Это создание, внедрение современной цифровой образовательной среды, интеграция цифровых технологий кампуса университета, то есть самих зданий, а также управление на основе анализа больших данных. Теперь подробнее о каждом из направлений. Современная цифровая образовательная среда представляет из себя новую систему управления образовательным процессом. Одной из важнейших решаемых задач является обеспечение полного соответствия содержания образовательных программ фактическому состоянию дел, а также поддержка общей бально-рейтинговой системы и индивидуальных траекторий. Сейчас на экране видна схема цифровой образовательной среды. Это не просто какой-то отдельный сайт для дистанционного обучения, а комплексная информационная система, интегрирующая массу дополнительных модулей, таких как учет преподавательской нагрузки, конструктор образовательных программ, электронное расписание, успеваемость и многое другое. А точкой хода в эту среду является единый личный кабинет, общий для всех пользователей системы. Второе направление — это интеграция цифровых технологий и кампуса университета. Это направление решает задачи по внедрению современного цифрового оборудования для улучшения научно-образовательных процессов. В рамках данного направления есть такие прогрессивные технологии, как системы для анализа посещаемости, вовлеченности и эмоций при помощи видеокамер, размещенных в аудиториях, а также средства мониторинга физического состояния студентов во время занятия физической культурой. Третье направление — это управление на основе анализа больших данных. Развитие направления позволит осуществлять анализ и прогноз образовательных результатов студентов и давать им рекомендации по выбору элективных курсов. Станет доступной аналитика по преподавателям на основе вовлеченности и успеваемости студентов, а также опросах обучающихся. Дополнительно будет доступен мониторинг показателей научно-исследовательской деятельности в режиме онлайн. В качестве эффектов от развития направления по анализу больших данных можно выделить формирование всесторонней аналитики в режиме реального времени, существенную экономию бюджетных средств и повышение уровня безопасности внутри зданий университета. Показатели достижения результата по проекту «Цифровой кампус» сейчас видны на экране, но главное для нас — это востребованность разрабатываемых нами сервисов реальными пользователями. Спасибо за внимание!